Эта задача представляет собой еще одно недостроенное угловое построение. А в любом недоделанном взёсоке, так называются по-японски угловые построения, всегда есть какие-то возможности для игры. Задача за чёрных. Наша цель использовать два чёрных камня, которые находятся в окружении, в углу, и захватить часть, ну по-настоящему все вот эти белые камни. Сначала мы захватим часть, а потом и остальные белые, которые здесь останутся. С этими белыми мы бороться не будем, потому что они сильные, и у них есть выход на сторону, у них есть слабый чёрный камень, который они в любой момент могут захватить. А вот у этих четырёх белых много слабости. Во-первых, они сами не сильные. У двух камней всего два дыхания. Раз, два. Кроме того, здесь два разрыва между камнями. Первый разрыв здесь, между двумя камнями и вот этим камнем. И второй разрыв здесь. Этот белый камень тоже слабо, у него два дыхания. Самый сильный вот этот белый камень, у которого три дыхания. Наши чёрные слабо, у них два дыхания. Но они стоят в углу. Если вы решали задачи из предыдущего списка, то вы уже знаете, что угол даёт определённые преимущества в борьбе. И именно благодаря выгодной позиции в углу мы можем с помощью слабых камней бороться с более сильными камнями. Что здесь точно делать не нужно? Важно в таких задачах правильно выбрать объект атаки и правильно выбрать момент атаки. Эта вещь, конечно, непростая. Она как раз отрабатывает с помощью решения стратегических задач. Ну, на мой взгляд, этот навык полезен не только в ГО, но и во многих жизненных ситуациях, когда вы выбираете верно направление своего действия и момент этого действия. Потому что иногда бывает так, что если ты начинаешь действовать раньше, чем это было нужно, ты проигрываешь. Ну и, конечно, ты можешь проиграть, если ты начнёшь действовать позже, чем это было нужно. К примеру, если мы сейчас поставим свой камень вот сюда, за чёрных, и начнём атаковать слабый белый камень и двойку белую. Что сделает белый? Белый, конечно, укрепит два камня, потому что они главные. Они разделяют чёрных, пожертвуют нам свой один камень и в ответ заберут два чёрных. Почему они их забирают? Потому что на линии смерти, куда сейчас спустится чёрный, невозможно усилиться. Белый отвечает, чёрных опять одна степень свободна. Надеюсь, вы её видите. Чёрный продолжит движение, белый лишает чёрных всех степеней свободы, чёрные камни окружены и снимаются с доски. Так за чёрных играть не надо. Вернём задачу к её условию и посмотрим, что здесь ещё делать не нужно. Что иногда делают новички, те, кто пытаются решить задачу, скажем, перебором. Мы стараемся, конечно, все задачи решать в уме, но для того, чтобы натренировать эту способность, нужно пройти какой-то определённый путь. В том числе я записываю эти видео, уроки по задачам, чтобы вы могли в будущем научиться видеть хорошие ходы, видеть варианты решения в уме, а не выставлять их на доску камнями. Ну и не делать это методом проб и ошибок. Ещё один неудачный ход это атака с этой стороны, в этот разрыв. Он неудачен, потому что опять белые соединяют свои камни. Максимум, что мы можем выжить из этой ситуации, это нанести Атаре на слабый белый камень. Белый будет вынужден отвечать, захватывать наш. Что это даёт белому? Белому это даёт глаз. Если у белых здесь появился глаз, то следующий ход сюда за белых даёт им второй глаз. Это уже большая проблема для чёрных, потому что если чёрные занимают этот перекрёсток, напомню, что группа с двумя глазами, такая группа, с двумя внутренними самоубийственными перекрёстками, она живая, то есть мы за чёрных её просто не сможем снять с поля, и тогда мы проиграли. Поэтому мы можем, как рассуждать, например, выбивать второй глаз, но тогда наши чёрные камни, которые стоят в углу, попадут под атаку. И несмотря на то, что они стоят в углу, несмотря на то, что здесь есть первый недоступный перекрёсток, второй недоступный перекрёсток, белые точно, 100% смогут эти чёрные камни захватить. Например, вот таким способом они могут захватить эти камни, начав с этой стороны, даже если чёрный будет хитро тоже нацеливаться на то, чтобы занять недоступный перекрёсток, а потом проатаковать белых и захватить вот этих белых, он просто это не успеет сделать, потому что сейчас уже 4 чёрных камня попадают в атари. И если, например, чёрный сам поставит белых в атари, очевидно, что сейчас вот эти камни будут с поля сняты, белый занимает этот перекрёсток и снимает чёрных. После чего у этих белых все проблемы снимаются с уходом чёрных с доски. Кто может здесь подумать чёрный предпринять, попробовать? Можно попробовать с этой стороны зайти, с угла, потому что если, например, белое будет встроен два глаза, то мы можем сделать второй глаз ложным. Здесь чуть сложнее варианты ответа за белых, и их тоже нужно все в уме рассматривать, потому что, с одной стороны, да, например, если белый, а чёрный спускается, то белый может построить два глаза. Тогда здесь возникает ситуация коборьбы в углу. Коборьба возникает вот на этом перекрёстке. Белый сейчас не будет соединяться, он будет лишать чёрных дыхания. Если чёрный будет пробивать внутрь, то начинается коборьба. Задача белого это коборьбу выиграть, то есть отвлечь внимание чёрного на другом участке доски, отбить нам обратно через ход это место, и в данном случае белому ещё нужно будет один камень тратить, ну, ещё один такт коборьбы будет. С одной стороны, он мне скажет, что это довольно неплохая история, то есть чёрный здесь в принципе, скорее всего, белого съедят. Но дело в том, что любая коборьба это дополнительная плата в другом месте доски, а задача решается без коборьбы. Мы не обязаны белому ничем платить. Но я думаю, что тут может быть ещё более интересный, эффективный ответ. Я его ещё не успел додумать. Я полагаю, что этот ответ связан с идеей, как защиты с этой стороны, то есть не строить глаз, а препятствовать проникновению чёрных в нашу территорию. Сейчас посмотрим, хватит ли белому дыханию в лоб задушить чёрных. я уже вижу, что белым хватает дыхания, потому что у белых сейчас ещё два дыхания, а у чёрных уже единичка. И после того, как чёрные попали в атаре, любые действия в другом месте доски бесполезны, потому что на любой ответ чёрного белый будет ставить в эту точку, снимать чёрных с доски, и после этого все проблемы белого исчезают. Так вот, мы с вами выяснили важную вещь. Несмотря на то, что здесь у белого есть слабые места, есть разрывы, нам нет смысла сразу атаковать ни сюда, ни сюда. И в данном случае задача решается во многом по той же схеме, которую вы видели в предыдущих задачах, выдвижением в центр. Но заметьте, в чём здесь особенность. Особенность в том, что мы в каком-то смысле даже такая парадоксальность этой задачи в том, что мы атакуем сильный камень. Это самый сильный белый камень из всех. Мы оставляем слабости как бы на фланге, мы их не трогаем. И в данном случае мы сделали следующую вещь. Мы ослабили белый, у него стало два дыхания. Мы усилили наши чёрные камни, у них стало три дыхания. И мы подошли и подступили к углу. Нам эта позиция в углу нужна для того, чтобы можно было проще захватывать белых. Что делать белым? Белым точно ни в коем случае нельзя атаковать. Потому что они слабее, у них дыхания меньше. И вот в этой ситуации мы спокойно сейчас можем одновременно нанести удар и на два белых, и на один белый. Для начинающих я хочу обратить внимание, как работает как раз порядок действий. То, о чём я говорил, что есть ситуации, когда нужно вовремя начать действовать и выбрать верный объект для атаки. Если мы начинаем с этого хода, белый отличает естественно так, и потом атакуем этот камень тем ходом, с которым мы начинаем верное решение, то есть вот этим камнем, то сейчас белый получает хорошую, сильную форму. Если же мы сами занимаем этот перекрёсток, то дальше что происходит? Белый может соединиться. Заметьте, он это делает без появления нашего камня здесь. То есть мы по сути как будто бы сэкономили камень. Нам не надо ставить сюда, чтобы белый соединился. Если белый у нас контратакует, то тогда мы делаем вот этот вот ход, который до этого был не в свое время, но сейчас он работает очень хорошо. Потому что сейчас мы одновременно можем проатаковать и два камня, и один камень. В этом разница. Поэтому я так долго на этом останавливаюсь. Может ли белый здесь соединяться таким образом? Может. Это ему тоже ничего не даёт, потому что мы атакуем слабый камень. Белый вынужден здесь сейчас защищаться. Что он может сделать? Если он соединяется, то у него мало дыхания, мы его просто съедим. Два дыхания у белого группы очевидно проиграют трём дыханием у чёрной группы. Кто может сделать ещё белый? Он может попробовать нам к борьбу навязать. В этой ситуации мы съедаем этот чёрный камень, этот белый камень. предположим, что белый нанёс какую-то нам угрозу, на которую мы ответим. Предположим. Наша цель, чтобы к борьбы не было. Да, мой ход не очень хороший. Может быть, всё-таки надо здесь совершить, наверное, ошибку. Поэтому к борьбе здесь возникает. Вот смотрите, тоже, когда решаешь задачу, ты не всегда сразу видишь верные решения. Я вот сейчас подумал, почему бы нам не действовать с этой стороны, не работать с главными камнями, потому что вот этот камень второстепенный, вокруг него всё время начинаются здесь непонятные пляски со стороны белого. Если белый контратакует нас, то мы ставим его в атаре. Он отвечает, мы ставим его в атаре, и если он отвечает, мы захватываем все белые камни. Поэтому в этой ситуации, если мы с фланга на главный камень оказываем давление, то белому точно нет смысла нас контратаковать. Что мы можем сделать? Может построить глаз, нас это устраивает, тогда мы точно сможем белых захватить, просто у них дыхания не хватит. Что-то с нами сделать. Если белый ответит так, то в этой ситуации я тоже не вижу больших проблем. Ну, например, можно рассуждать таким образом. Атаре, например, белый захватил. Тоже это не факт, что это оптимальный вариант. Я сейчас пока смотрю разные идеи вместе с вами. Чем этот вариант мне не очень нравится, тем, что белый может выскочить. Другой вопрос, что мы это никак не помогает, потому что мы захватываем белый камень. И после этого захвата вот эта часть белых в любом случае погибает. Если белый соединится здесь, то мы захватим все белые камни. Если же белый соединится здесь, то мы захватим часть белых камней. Мне не нравится в этом варианте только то, что здесь какой-то хвостик белый высунулся и может быть нам это не очень выгодно. Но в любом случае мы 100% основные белые камни захватим, чтобы не терять время. Я сейчас не буду выискивать еще более сильные варианты за черных. Но повторю, что соединение белых здесь никак им не помогает. Не работает это соединение. Как вы видите, много здесь сложных вариантов, потому что ситуация живая. Это реальное игровое построение. Последний вариант, который мы не посмотрели, но его нужно разобрать, это соединение здесь. И вот на это соединение лучший ход за черных это спуск на угол. Этот камень преследует сразу несколько задач. Этим он силен. Во-первых, это та уже знакомая нам форма, которая дает нам недоступные перекрестки в углу, заземляет нас на линию смерти. И этот камень выполняет еще довольно интересную функцию. Например, когда белый соединится, построит здесь глаза. Он не соединится, он построит здесь глаз. Вот этот. Зачем он это делает? Студ построить еще один глаз здесь. Благодаря поставленному черному камню мы можем спокойно шаг за шагом продвигаться сюда внутрь и душить вот эти белые камни, делая глаз ложным. То есть мы сейчас сразу ставим свой камень сюда. Белый, например, в этой ситуации что он может сделать? Он может атаковать нас из угла, может с этой стороны соединять себя и занимать у нас дыхание. И тогда мы спокойно, например, в этом случае с этой стороны окружаем белых и успеваем первыми их захватить, потому что сейчас у белых последнее дыхание в виде вот этого ложного глаза, а у черных еще два дыхания. Если же белый если же белый у нас пойдет сразу после нашего нашей постановки сюда сразу пойдет на угол, то мы тогда ставим белого в атаре ну и очевидно, что белый проиграл. Проверю, правильно ли я. Да, нет, порядок действий. Сейчас. Так. Сюда. Белый сюда. Черный сюда. Белый сюда. Черный сюда. Да. Порядок действий я не нарушил. Так тоже смысла нет атаковать. потому что в этой ситуации нам ничто не мешает лишать белые камни дыхания и нет такого способа который бы помог этим белым усилиться. Белые в атаре. Они соединяются белые в атаре. Вот такая непростая и очень интересная задачка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому